Вместо газировки – напиток из сыворотки, а на десерт – шоколадная паста. Студенты Козыбаев Юниверсити разработали рецепты экологически чистых, натуральных продуктов без красителей и консервантов. Что в итоге у них получилось, узнаете в следующем материале. Ягоды, фрукты и вторичное молочное сырье – это основные продукты, которые необходимы для производства совсем не вредного напитка. Дальше дело техники, признается студентка агротехнологического факультета Ктоты Сайлаубай. Идея создания необычного напитка девушке пришла еще два года назад, однако воплотить ее в жизнь удалось только сейчас. По консистенции и вкусу он чем-то схож с фруктовым йогуртом, но в отличие от современных составов, приготовлен исключительно из натуральных компонентов. На мой взгляд, этот продукт будет очень полезен для человеческого организма. Он способствует очищению желудочно-кишечного тракта. В настоящее время газированных напитков очень много, а этот продукт может с легкостью их заменить. Напиток, богат аминокислотами, содержит большое количество биологически активных веществ. Было написано много статей по проекту. Надеюсь, что мой продукт будет доступен на рынке. А так создается шоколадная паста, в составе которой находятся натуральный какао и шоколад. Этот десерт будет полезен для тех, кто следит за питанием и ведет здоровый образ жизни. Разработать его рецепт смогла студентка 4-го курса специальности технология продовольственных продуктов – Сымбат Сейткосымова. В качестве дополнения к уже сваренной пасте можно использовать шоколадный ганаш, мороженое или свежие ягоды и фрукты. В чем экологичность, можно сказать, в том, что все изготавливается из натуральных продуктов, то есть без добавления различных химических средств, усилителей вкуса и так далее. Вот вы можете сами посмотреть, то есть все изготовлено полностью из натуральных продуктов. Нет химии, нет вкусовых наполнителей, вкусовых добавок, пищевых добавок и так далее. То есть без усилителей вкуса. Все изготавливается своими руками полностью, экологично, чисто и из натуральных продуктов. Воплотить свои идеи девушки смогли в рамках пилотной программы, запущенной в Козыбаев Юниверсити совместно с офисом устойчивого развития Назарбаев Юниверсити и компанией «Шеврон». На их реализацию выделено по 400 тысяч тенге. Эти средства потрачены на закуп оборудования, ингредиентов, а также упаковку готовой продукции. Возможно, уже совсем скоро мы увидим полезный напиток и шоколадную пасту на прилавках местных магазинов и супермаркетов. Мадина Нуркина, Служба новостей.